Продолжение следует... Я баскетболист. Моя задача играть в баскетбол, чем я и занимаюсь. Им я зарабатываю на хлеб, и благодаря тому, как я играю, все остальное в жизни складывается само собой. Продолжение следует... Несмотря ни на какие обстоятельства или достижения, я всегда учусь, мне всегда хочется узнать что-то новое от одноклубников и тренеров. Я смотрю в будущее и размышляю над тем, чего мы можем добиться, что нам всем нужно сделать для того, чтобы выдать лучший результат. Леброн Джеймс. Лицо НБА нового столетия. Он продолжает дело великих прошлого. Мэджика Джонсона, Майкла Джордана, Коби Брайанта. Леброн Джеймс оставил огромный след в истории баскетбола, приведя к чемпионству три команды. Леброн Джеймс, добро пожаловать в Лос-Анджелес. Мы выиграем чемпионство три раза в следующие три года. Да, благодаря Леброну. И он добился всего с нуля. Спасибо большое. Я правда польщен. Учитывая мое происхождение, я и представить не мог, что смогу достичь таких вершин. Спасибо большое. Я польщен. Талант Леброна, тяжелая работа и целеустремленность дали невообразимые результаты. Как же я устал. Вообще не спал. Потом я как следует отосплюсь. Но сначала я хочу еще раз напомнить, что я простой парень из Акрана, штат Огайо. Леброн Джеймс, король площадки. Леброн Джеймс, король площадки. Родился 30 декабря 1984 года в Акране. Штат Огайо. Маме, Глории Мэри Джеймс, тогда было всего 16 лет. Отец не принимал участия в воспитании ребенка. Детство было трудным. Они с мамой часто меняли квартиры, зачастую переезжая из одного плохого района в другой. Матери было трудно найти работу и иметь стабильный доход. Глория поняла, что для лучшей жизни и более светлого будущего сыну необходимо найти более спокойный район для проживания. И она позволила Леброну переехать в семью Фрэнка Уокера, местного футбольного тренера. Там Леброн впервые и познакомился с игрой, в которую влюбился до беспамятства. Она стала его страстью, наследием и источником заработка. В возрасте девяти лет Леброн начал играть в баскетбол. В пятом классе он начал участвовать в детских турнирах. Позже он будет выступать в любительском спортивном объединении за команду «Шутинг Старс» с северо-востока Огайо. Благодаря Леброну команда добьется успеха на региональном и федеральном уровнях. Затем он будет учиться в частной католической школе святых Винсента и Мэри. Большинство учеников которой были белыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Я никогда не забываю, откуда я родом. Я и представить не мог, что добьюсь таких результатов в жизни. И я очень благодарен. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Команда одержала 27 побед, стала чемпионом третьего дивизиона штата Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Джеймс своей игрой доказывает, что мог бы играть на высочайшем уровне. 31 очко! Слово Джею Билосу. Джей? Лебро, на эту игру ждали все. Вы играли против первой команды страны на глазах многочисленной аудитории. Вы чувствовали ответственность момента? Знаете, сегодня особенный день, особенная атмосфера. Сегодня мы играли против первой команды страны, но мы не чувствовали никакого давления. Я думаю, болельщики переживали за нас больше, чем мы сами. Но мы просто играли, чтобы победить. Джеймса, как и всю команду, было не остановить. Они завершили сезон с результатом 26-1 и вновь стали чемпионами штата. Леброн стал лучшим баскетболистом штата и был выбран в первую сборную лучших школьников страны, став первым второгодкой, которому это удалось. Будучи юниором, Леброн Джеймс попал на обложку журнала Слэм. Американского журнала о баскетболе. Его преподнесли как лучшего школьника и баскетболиста страны. Довольно серьезное звание. С таким потенциалом ему светило очень яркое будущее. Во время третьего сезона он также появился на обложке журнала Sports Illustrated, став первым школьником из невыпускного класса, кому это удавалось. Звезда Леброна всходила. Он поражал всех своим талантом. Он должен был стать главной звездой спорта. Леброн набирал по 29 очков, 8,3 подбора, 5,7 передач и 3 перехвата за игру. Он во второй раз стал лучшим игроком штата Огайо и вновь попал в первую сборную лучших баскетболистов-школьников. А также стал первым юниором, получившим звание лучшего игрока страны. Никто и близко не мог к нему подобраться. У Леброна не только великий баскетбольный талант. Он также играл принимающим за школьную команду по американскому футболу. Он играл настолько хорошо, что лучшие университеты страны предлагали ему стипендию. Некоторые аналитики, футбольные обозреватели, тренеры школ, бывшие и действующие игроки соглашались с тем, что Леброн настолько талантлив, что мог бы играть в НФЛ. Однако, будущее Леброна окончательно было связано с баскетболом после того, как на драфте НБА 2003 года его выбрала команда «Кливленд Кавальерс». Леброн Джеймс «Кливленд Кавальерс» стал первым номером драфта 2003 года. И его выбрала домашняя команда «Кливленд Кавальерс», которая сразу стала лучше и показала миру то, какое влияние на баскетбол может оказывать Леброн. «Кливленд Кавальерс» выбирают Леброна Джеймса. Он обнимает маму, Глорию. Она очень многим пожертвовала. Родила Леброна в 16. Растила его одна с 19 лет, живя на пособии. Первый номер драфта НБА зарабатывает миллионы. И Леброн не стал исключением. Это одна из ярчайших историй успеха с нуля. Родившись в бедной семье, живя без отца, он внезапно стал главной надеждой «Кливленд Кавальерс». В первом своем матче в НБА 29 октября 2003 года, который транслировался на федеральном телевидении, он набрал внушительные 25 очков в игре против «Сакраменто Кингс». И это был рекорд НБА по количеству очков в дебютном матче. Он сразу же показал всем, что может играть на высочайшем уровне. Леброн, на вашем счету 25 очков и 9 передач. Как вам первый матч в карьере? Знаете, я мог бы чуть больше помочь команде. Когда они начали уходить в отрыв, мне нужно было быть агрессивней. Попытаться вырвать победу, украсть одну победу на Западе. Сегодня нам этого не удалось. Но завтра у нас следующая игра. Попробуем еще раз. По завершении дебютного сезона, Леброн стал первым игроком в истории «Кавальерс», выигравшим звание «Новичка года». Этот факт и впечатляющая статистика показали, что Леброн станет мегазвездой НБА. В сезон 2003-2004 «Кавальерс» завершили с отрицательным балансом побед. Соотношение 35 побед, 47 поражений не позволило им выйти в плей-офф. Однако они одержали на 18 побед больше, чем годом ранее. И все это благодаря приходу Леброна Джеймса. В возрасте 20 лет Леброна восхваляли все. СМИ, тренеры и звезды НБА. В 2004 году главный тренер Денвер Наггетс Джордж Карл в интервью «Спортс Иллюстрейтед» сказал следующее. «Очень непривычно говорить о 20-летнем, как об одном из лучших. Но он великий игрок. Он просто какая-то аномалия». В таком юном возрасте получить признание от экспертов баскетбола в те годы было просто неслыханно. 20 марта 2005 года Леброн набрал 56 очков против «Торонто Рэпторс», игру которых транслировало федеральное телевидение Канады и установил тем самым рекорд клуба. Леброн присваивал себе рекорд за рекордом в столь юном возрасте. Леброн? Гуден? Трёхочковый мимо. Он часто мазал с дистанцией в этом сезоне. Да, занимается не своим делом. Айрон Юба забирает подбор. У Гудена два попадания из 19 и попыток из-за дуги. Джеймс трёхочковый. Вы издеваетесь? Это не шутка? У Леброна Джеймса 56 очков! Вот так матч. Просто в голове не укладывается. Невероятно. В 2006 году Леброн вывел Кливленд в плей-офф. Впервые с 1998 года. К сожалению, он не вывел команду в финал. Однако Кавальерс дошли до финала уже в следующем сезоне, где встретились с Сан-Антонио Спёрс. Кавс в сухую проиграли финальную серию. Печально? Да. Но это всё ещё было только началом карьеры Леброна, и многие соглашались с тем, что тогда он буквально на себе затащил команду в финал. В следующем сезоне, 21 марта, в игре против Торонто Рэпторс, Леброн Джеймс обошёл Брэда Дойерти и стал лучшим снайпером Кавальерс. Ему понадобилось на 100 игр меньше, чем Дойерти, чтобы заслужить это звание. Леброн и Кливлинг Кавальерс так и не выиграли чемпионство в первые 7 сезонов его карьеры. Последний сезон перед уходом Леброна, это был сезон 2009-2010, его игру сильно критиковали и обвинили в раннем вылете команды из плей-офф. По завершении сезона все задавались вопросом. За кого Леброн будет играть дальше? По окончании шестого матча серии против Бостон Селтикс, комментаторы выдвигали свои предположения и озвучивали страхи болельщиков Кавс по всему миру. Одному богу известно, какие изменения ждут Кливлинг Кавальерс в будущем. Фанаты Кавс гадают в последний раз, они видят Леброна в майке их команды или нет. Леброн женился на своей школе. Школьной девушке Саванни Брэнсон 14 сентября 2013 года. У них трое детей. Броне, Брайс и Зури. После голодного детства Леброну удалось изменить свою жизнь. Он грамотно и красиво распоряжался средствами, которые зарабатывал. У него есть трехэтажный особняк за 9 миллионов долларов в Майами, штат Флорида. Также у него есть дом в Лос-Анджелесе, оцениваемый в 21 миллион долларов. Пройден длинный путь от постоянных переездов с места и непостоянных заработков матери. В течение карьеры журнал «Форбс» неоднократно признавал Леброна одним из самых влиятельных спортсменов. А в 2017-м журнал «Тайм» включил его в список 100 самых влиятельных людей на планете. В марте 2008-го Леброн стал первым чернокожим, появившимся на обложке журнала «Вог». В течение карьеры Леброн заключил десятки рекламных контрактов с самыми различными брендами, включая «Кока-Кола», «Макдональдс», «Найк» и «Битс Байдре». Он большой поклонник моды и даже появился на обложке журнала «ГК», что стало для него большой честью. Очень польщен. Попасть на обложку «ГК», учитывая то, откуда я, мне очень нравятся модные тенденции, но я стараюсь оставаться собой. Стараюсь не слишком сильно светиться и не стараюсь попадать на обложки. Это просто дополнение. «ГК» — это лицетворение стиля, уверенности. Тебе хочется проявить себя, а журнал дает тебе этот шанс. Я просто делаю то, что нужно. Если мы выглядим хорошо, то чувствуем себя хорошо, и тогда уже играем хорошо. У Криса Боша тоже прекрасный вкус. Нам нравится мир моды, и мы рады, что людям нравится то, как мы одеваемся. Первым делом хочу поблагодарить «ГК» за предоставленную возможность появиться на обложке журнала. Это великолепное издание. Я очень польщен. Спасибо вам огромное. Для меня это большая честь, учитывая мое происхождение. Я и представить не мог, что однажды этот день настанет. Так что мое присутствие на сегодняшнем вечере очень знаковое лично для меня. Надеюсь, что мы вместе с вами проведем прекрасный вечер. У нас столько всего запланировано. Мы сегодня обмоем новую обложку, обмоем уикенд всех звезд, и все это здесь, в Новом Орлеане. Так что давайте повеселимся. Когда мне предложили выступать, то я ни секунды не раздумывал. Сегодня я представлю себя нескольким прекрасным девушкам, спрошу, как дела, предложу им выпить шампанского, поброжу, повеселюсь. Я в предвкушении отличного вечера. Я очень рад, что мне выпал шанс повидаться с людьми, с которыми очень редко удается встретиться. GQ устраивают отличные вечеринки, особенно в преддверии Супербоула или Уикенда всех звезд. Вчера удалось сыграть на матче звезды знаменитости, а сейчас здесь зализываю раны. Музыка отличная. Рутс – одна из лучших групп в стране. Рут пригласили сыграть на вечеринке в честь Леброна Джеймса. Надеюсь, нам сегодня удастся удивить всех своей музыкой. Думаю, что это идеальное сочетание. Когда такая музыка объединяется со стилем моды, то вечера проходит на ура. Леброн и Дуэйн всегда меня вдохновляют, мы всегда соперничаем. Не сказать, что соперничество явное, никто никому не объявлял вызов, но каждый раз, когда прихожу к автобусу или самолету, то хочу выглядеть отлично. Я смотрю, во что одеты они и иногда говорю себе «отлично, я сегодня тоже хорош». А когда не удается выглядеть как они или лучше, то сразу жалею, что не придумал другой наряд. Конечно же, Кевин Дюрант. У него рост 2,11, как и у меня, так что я всегда анализирую его наряд и сравниваю с собой. У раса рост около двух метров, у нас слишком сильно отличается телосложение. Я больше подсматриваю за Леброном, Кевином Дюрантом и за Крисом Бошем. Они тоже высокие, так что я ориентируюсь на них в плане выбора одежды. Пришел сюда зажечь вместе с Леброном. Первый раз попадаю на вечеринку GQ. Очень хочу зажечь танцпол вместе с ним. Ребят, вы знаете, почему я здесь? Причина, по которой я сегодня здесь присутствую, это Хилари Клинтон и ее убеждения. Нам нужно обязательно прийти и проголосовать. Нам нужно встать и начать получать знания о происходящем в мире, задуматься о будущем. И эта женщина приведет нас к наилучшему будущему. Леброн всю свою баскетбольную карьеру находится в центре внимания. Сегодня он любимчик фанатов и мегазвезда НБА, что разительно отличается от ситуации, в которой он был в 2010 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 1 июля 2010 года Леброн Джеймс вышел на рынок свободных агентов. С ним связывалось несколько команд, включая Чикаго Буллс, Лос-Анджелес Клипперс и Нью-Йорк Никс. 8 июля во время прямого эфира на ESPN Леброн принял участие в программе «Решение» и заявил, что будет играть за Майами Хит, чем шокировал весь баскетбольный мир. Этой осенью я буду играть на Южном побережье и присоединяюсь к Майами Хит. Майами Хит? Почему они? Как я уже сказал, я думаю, что эта команда даст мне наилучшие шансы на победу в чемпионате. И даже не одну. Важно победить не только в регулярном чемпионате или победить в пяти или трех играх подряд. Я хочу выиграть чемпионство. И уверен, что с ними это возможно. Леброн Джеймс присоединился к Майами Хит вместе с Крисом Бошем и Дуэйном Уэйдом. Позже журналисты выяснят, что они еще в 2006 году планировали объединиться по истечении контрактов в своих нынешних командах в 2010 году. Леброн решил присоединиться к ним, что означало снятие с него нагрузки в нападении, и что более качественные партнеры по команде позволят ему повысить шансы на победу в чемпионате. Победу, которая каждый раз ускользала от него с Кливленд Кавальерс. Играть плечом к плечу с двумя элитными игроками означало, что часть бремени спадет с Джеймса и что на него будет оказываться меньшее давление. Выбор в пользу Майами Хит и способ объявления решения вызвал негодование в баскетбольном мире, включая таких легенд, как Мэджик Джонсон и Майкл Джордан. На этом этапе карьеры Леброн превратился из любимчика болельщиков в самого главного злодея баскетбола и заслужил звание самого спорного спортсмена Америки. Олицетворением этого стал приезд Леброна на матч в Кливленд в форме Майами Хит. Матч транслировали по федеральному каналу, и фанаты Кливленда не сдерживали агрессии. В течение сезона 2010-2011 все относились к Леброну Джеймсу и Майами Хит как к злодеям. Начало сезона для Леброна и Хит выдалось непростым. После 17 матчей они шли с результатом 9-8. Джеймс позже скажет, что реакция болельщиков на него заставляла его действовать более агрессивно, чем обычно. Леброн вновь выйдет в финал НБА, но проиграет Даллас Маверикс. Поражение успокоило Леброна, и он принял роль злодея, что позволило ему вновь получать удовольствие от игры. В следующем сезоне Майами Хит начнут с лучшего для них результата в истории – 18-6. Леброн был признан MVP в третий раз в карьере. Это был его год. Леброн наконец-то выиграл заветный трофей с Майами Хит в финале 2012 года. Он не стеснялся радоваться победам и получал удовольствие от каждого мгновения. Леброн помог Майами завоевать первое чемпионство впервые с 2006 года. Более того, в следующем году Леброн и Майами Хит повторили успех. В сезоне 2012-2013 Майами в финале встретились с Сан-Антонио Спёрс. Леброн спустя шесть лет встретился со своим первым обидчиком. Серия продлилась семь матчей, и в итоге его признали MVP финала второй раз подряд. Майами Хит одолели Спёрс и выиграли два чемпионства к ряду. Публика была в восторге. Эмоции на лицах игроков выдавали все. Леброн пришел в лигу и быстро встал в один ряд с великими игроками. Последние секунды. Вот это финал. Второй год подряд Хит побеждают в финале. Чемпионский титул остается в Майами. Леброн и Майами Хит проведут еще один великолепный сезон. Вновь дойдут до финала, где опять встретятся с Сан-Антонио Спёрс. Но на этот раз проиграют в пяти матчах и не смогут воплотить в жизнь три Питы. В июне 2014 года Леброн не стал продлевать контракт с Хит, и 1 июля вновь вышел на рынок свободных агентов. Он заявил, что хотел бы вернуться в свою первую команду, в Кливленд Кавалерс. В отличие от прошлого раза, это заявление все приняли с одобрением и предвкушением. 20 июля 2014 года Леброн официально подписал контракт с Кавалерс, а через месяц к нему присоединился Кевин Лаб, что позволило создать новое большое трио, включавшее Кайри Ирвина. Леброн вывел Кавалерс в финал в 2016-м, где они сыграли с Golden State Warriors. В седьмом матче финала Леброн заработал трипл-дабл и привел Кавс к чемпионству. Это было первое чемпионство любой профессиональной спортивной команды из Кливленда за 52 года. За время отсутствия Леброна в Кливленде он успел стать главным злодеем, затем вернулся и стал уже героем, добыв для Кавалерс первое чемпионство в истории команды. Публика ликовала вместе с игроками и радовалась победе в финале. Леброн стал спортсменом номер один не только дома в Кливленде, но и во всем мире. Он не смог сдержать слез во время празднования, что доказывает его любовь к баскетболу и показывает то, под каким огромным давлением он находился. Страшный спортивный сон Кливленда закончился. 52 года ушли в историю. Пора праздновать победу. Сейчас мы наблюдаем за эмоциями Леброна Джеймса, который сдержал обещание привести трофей домой и сделать любимый город городом чемпионов. Иди обниму. Давай. Кошмар закончился. Ждите меня... Леброн, король! Это бесспорно. Ждите меня на параде. Я вернусь домой как раз к параду. Лучший день отца в истории! Невероятно. Невероятно. Круто. 50 лет. Первый в истории NBA камбэк после трех поражений подряд в финале. Ура! Проклятие снято. 52 года без побед. Проклятие наконец-то снято. Мне было 12 лет, когда мы выигрывали чемпионство. Это был 64-й год. Боже, как давно это было. Ура! и Аня. Ура! 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ А также тренерский состав сделали то, чего еще не было в истории НБА. Камбэк в финале после счета 1-3. Я тоже всех вас люблю. Просто не верится. Это чемпионство – заслуга не только 15 игроков и тренерского штаба, но и клубного персонала, а также всех, кто живет на северо-востоке штата Огайо, и вы должны гордиться этим. И напоследок. Как же я устал. Не спал всю ночь. Потом хорошенько отосплюсь. Но перед сном я хочу еще раз напомнить, что я простой парень из Акрана. Штат Огайо. Дамы и господа, чемпионы НБА 2016 года – Кливленд Кавальярс. Конечно, сегодня мы чествуем команду, которая первая в истории финалов НБА одержала победу при счете серии 1-3. Они первые, кому удалось выбраться из этой ямы. И должен добавить, что победив «Вориорс», они не дали сместить с трона величайшую команду в истории НБА – Буллс, образца 96-го года. Президент вам за это признателен. Да, вы сейчас смеетесь, а мне до последних секунд было не до смеха. Все радуются, когда их команда побеждает. Комбэк был потрясающим, и многие узнали о людях, которые одолели очень сильную команду. Кавс выиграли в пятом и шестом матчах с двузначным преимуществом. Леброн и Кайри стали первым дуэтом в истории, которому удалось набрать по 40 очков в одном матче в финале НБА. А в седьмом матче Кавс проигрывали по ходу матча в гостях, но смогли вернуться в игру и завоевали титул в последние две минуты. А блокшот Леброна, по его собственному признанию, его лучшее решение за всю карьеру. Бросок Кайри вывел Кавс на пять очков вперед. Защита Кевина Лава. Я знаю, что Кливленд счастлив и горд тем, что им удалось завоевать чемпионство, но эти парни были чемпионами задолго до того, как выиграли его. Вы можете по праву ими гордиться. Давайте еще раз поаплодируем чемпионам. От чемпионов 2016 года команда Кливленд Кавальерс дарит президенту Обаме футболку с шестнадцатым номером. Мне нравится. Парни, может, еще что-то есть? Парни, одно уточнение. Эти рукава слишком тугие. Можно я их срежу? Да, да, мы вам поможем. Леброн проведет еще два сезона в составе Кливленд Кавальерс, прежде чем подпишет контракт с величайшей командой в НБА. Лос-Анджелес Лейкерс. Леброн не стал продлевать контракт с Кливлендом и вновь стал свободным агентом. Первое июля было объявлено, что он присоединится к Л.А. Лейкерс. Леброн Джеймс, добро пожаловать в Л.А. Мы выиграем чемпионство три раза в следующие три года. Да, благодаря Леброну. Прекрасный день для нас. Он нужен Лос-Анджелесу. Лейкерс вернулись. Мы вернулись. Лейкерс, вперед. Мы в игре. В интервью «Спортс Иллюстрейтед» агент Леброна Рич Пол сказал, что в 2010 году он перешел в Майами за чемпионством. В 2014 он вернулся в Кливленд, чтобы выполнить свое обещание. Ну а в 2018 он наконец-то сделал то, чего хотел сам. За Л.А. Лейкерс играло много великих баскетболистов. Лучшие игроки поколения выступали за Лейкерс в самые разные времена. Мэджик Джонсон. Мэджик играл за Лейкерс с 79-го под 91-й год. И пять раз становился чемпионом НБА. Трижды был МВП финала. Трижды признавался лучшим игроком лиги. И 12 раз играл в матче всех звезд. Он был выбран под общим первым номером на драфте 79-го года, так же, как и сам Леброн. Шакил Анил. Шак играл за Лейкерс с 96-го по 2004-й годы. Четырежды становился чемпионом НБА. Трижды был МВП финала. 15 раз играл на матче всех звезд. Шак был выбран под первым номером в 92-м году командой Орландо Мэджик. Коби Брайант является величайшим игроком в истории Лейкерс. Он начал карьеру в 96-м году. Все время играл за одну команду. Добыл пять чемпионств. Дважды был МВП финала. В 18 раз был участником матча всех звезд. И дважды становился олимпийским чемпионом. Коби завершил карьеру в 2016-м году. Его тело больше не могло выдерживать тех нагрузок, которые он ему давал, и решил повесить кроссовки на гвоздь. Некоторые увидели в Леброне, наследника Коби, в Лейкерс. 25 января 2020 года Леброн обошел Коби по набранным очкам за карьеру и вышел на третье место в истории. И, всего спустя 24 часа, Коби трагически погиб в ужасной авиакатастрофе. Продолжение следует... Коби Брайант и его дочь Джиан Брайант погибли при падении вертолета 26 января 2020 года. Новость потрясла всех. Весь спортивный мир, и не только, скорбел. Субтитры создавал DimaTorzok Все знали Коби как добродушного человека. Перед следующей игрой ESPN транслировали «Вечер памяти Коби», где игроки, тренеры и фанаты могли во всеуслышание сказать о том, насколько Коби им был дорог. Леброн решил не читать текст с бумажки и сказать все от чистого сердца. Леброн оценил вклад Коби в историю не только НБА, но и мира. Уважаемые фанаты, я бы оскорбил вас, если бы читал с бумажки, так что скажу от чистого сердца. Я и мои партнеры по команде хотим продолжать его дело не только в этом году, но и пока будем в состоянии играть в баскетбол, который полюбили во многом благодаря ему. Как говорил Коби, «Мамба аут, но мы хотим тебе сказать, что мы тебя помним и любим». Как описать свои чувства? Я даже не знаю, как мы с вами можем описать наши чувства. Лично у меня, как и у каждого здесь, своя причина для скорби. Все мы одна большая семья, мы все часть Лейкерс, и огромная честь быть ее частью. На мне была его майка на пульснике. Сегодня я был в его кроссовках. Хотел поблагодарить и показать свою любовь Коби, и которую он дарил нам всем. Сначала мы с ним были соперниками, а уже потом стали братьями. Передашь привет в камеру? Здорово, это MTV Music Awards 2003. Скажи, все смотрят на меня. Именно, все смотрят на меня. Сегодня Леброн Джеймс – главная звезда Лиги. От трудного детства до одного из богатейших спортсменов планеты. Спасибо огромное. Для меня это большая честь, учитывая мое происхождение. Я и представить себе не мог, что однажды буду стоять на этом месте. Для меня это большая честь. Его любовь, преданность делу, моральный настрой позволили ему стать одним из лучших в истории. Несмотря ни на какие обстоятельства или достижения, я всегда учусь. Мне всегда хочется узнать что-то новое от одноклубников и тренеров. Я смотрю в будущее, анализирую ситуацию и размышляю над тем, как нам воплотить все идеи, что нам всем нужно сделать для того, чтобы лучше играть. Идя по стопам кумиров, Майкла Джордана, Коби Брайанта, Леброн Джеймс запомнится нам всем как король. Я баскетболист. Моя задача – играть в баскетбол. Им я зарабатываю на хлеб, и благодаря тому, как я играю, все остальное в жизни складывается само собой. Как же я устал. Вообще не спал. Потом хорошенько отосплюсь. Но перед сном я хочу еще раз напомнить, что я простой парень из Акрана. Штат Огайо. Леброн Джеймс Король Площадки Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...